Здравствуйте, меня зовут Ольга Найденова и сегодня я готова с вами поделиться практикой, называется она очищение свечкой. Мы будем работать с пламенем свечи и это универсальная абсолютная практика для всех людей. Я немного расскажу о том, на какие типы, на какие стихии делятся люди и что каждый человек имеет в своем арсенале, внутри своего тела четыре типа стихий. Это огонь, вода, воздух и земля. И эти четыре стихии в той или иной степени отображаются внутри человека, внутри его психики и тем или иным образом влияют на его настроение, поведение, на его эмоциональный фон, ну и естественно перекладывается на взаимоотношения с людьми, партнерством, работой и тому подобное. И есть люди, которые очень эмоциональные, ранимые, чувствительные, в принципе можно так обо всех людях сказать, но тем не менее, есть люди, в которых стихия вода доминирует. Есть стихия вода, которая отвечает за чистоту, чувства, эмоции, переживания, ощущения, сопереживания. Это люди, которые очень близко все принимают к сердцу и готовы открываться миру, впитывать в себя все, что их окружает. И у таких людей есть в плюсе и в минусе полюс воды. И полюс воды бывает чаще складывается, что людей переполняет. И так случается, что внутри человека возникает разного рода негативное чувство. То есть есть положительный полюс стихии вода, есть отрицательный полюс стихии вода. То есть это чувства, которые переполняют положительный полюс. Это состояние счастья, удовлетворение, достижение цели от того, что человек делает, от того, что он чувствует. Он находится в принятии себя, в спокойном состоянии. Это полюс плюс. Воды, состояние плюс. А есть полюс минус. Люди, которые в своих эмоциях утопают, у них негативные реакции, раздражение, гнев, может быть даже какая-то слезливость, депрессивное состояние. Это полюс воды минус. Есть точно так же полюс плюс и минус у Земли, у огня и у воздуха. Что касается людей в полюсе Земли плюс, это люди, которые умеют накапливать, приумножать, умеют притягивать к себе, структурируют все вокруг себя и умеют ценить то, что у них есть. И они очень, можно так сказать, педантичны, всегда вовремя приходят, с иголочки выглядят. Но у них же есть и в таких людей полюс минуса Земли. Это означает, что люди с нарушенной структурой, они вроде стараются-стараются очень сильно структурировать свой день, но так происходит, что дискомфорт, какой-то дисбаланс приходит. То есть у них Земля становится очень твердой или даже болотистой. Что это такое? Это такое настроение, когда смотришь на то, что у тебя есть, и тебе это не нравится. Вроде все хорошо, вроде замечательная семья, дом, дети, работа, бизнес, но их что-то не устраивает. Это их как будто собственное такое вот болотное состояние куда-то затягивает. Ну и как по накатанной, что происходит? Это то, что человек из нормального статусного состояния переходит в такое вяло текущее торможенческое состояние, да, и, ну, такое что-то ближе сродни регрессу. Есть люди, которые наполнены энергией огня. Это люди, которые очень много двигаются, много делают, у них импульс изнутри прорывается. Они достаточно такие радостные, счастливые, безумно обаятельные личности, которые вокруг себя создают очень много движений. И их деятельность сводится к тому, что пришел, увидел, победил. То есть они не раздумывают, они не анализируют, они просто делают. И огромное удовольствие получают именно от самого действия. И даже неважно, к какому это результату их приведет, главное то, что они не стоят на месте и что-то делают, двигаются вперед. У таких людей, конечно же, есть полюс огня минус, да, это что, такой затухающий огонь. Человек говорит, вот как было раньше, а раньше было замечательно, а сейчас я не успеваю, а сейчас много дел или, допустим, что-то сродни, у меня нет времени на это. Или, ой, я сильно-сильно-сильно хочу этого достигнуть, ну это, наверное, когда-то потом. То есть человек начинает затухать. И, конечно же, есть люди, которые относятся к стихии воздуха. Есть воздух в плюсе, есть в минусе. Люди, которые стихии воздуха в плюсе, они инновационные, они идут, шагают в ногу со временем. У них очень много идей, они любят читать, писать, все, что связано с общением, информацией, планировать. Креативные идеи, планы прям гигантским таким масштабом сыпятся из их сознания. Но есть же воздух и минус. Это когда у человека много таких идей, и он знает точно, что эти идеи перевернут мир, что эти идеи способны каждому человеку раскрыть сознание, но они никак не реализовываются этим человеком. То есть есть идеи, они висят, но они не приходят в движение. И считается, что энергия к нам приходит через восходящие и нисходящие потоки в центральный канал, который находится у нас в теле. И он начинает свое движение, свое начало от мулатхара чакры. Эта чакра находится в области копчика, продвигается этот канал через все тело и выходит из макушки головы. И сила энергии огня, сила энергии земли, огня, воды, именно энергетическая составляющая проходит через тело человека. И есть воздушные потоки, которые проходят сверху вниз. Их называют еще восходящими и нисходящими каналами. И принято в разных традициях и религиях считать, что восходящий канал, тот, который идет снизу вверх, он красного цвета, либо такой вот красной туманности. Нисходящий поток, который идет сверху вниз, он выглядит белого цвета, либо что-то сродни дымки, сероватое. И эти энергии все время идут у нас, хотя мы их можем не ощущать, не чувствовать, но они внутри нас есть. И да, безусловно, они есть. И я бы хотела сегодня поделиться универсальной практикой, которая помогает именно наш центральный канал очистить. И связано это с тем, что универсальная энергия — это энергия огня. И люди, которые испытывают трудности, если вы находитесь в состоянии земли или в состоянии воды, или в состоянии огня, или в состоянии воздуха, в плюсе, то ли в минусе, то данная практика будет выравнивать ваше энергетическое внутреннее состояние. И будет благоприятным образом влиять на вашу жизнь, на ваше самочувствие, на ваше здоровье, и тем уж более на тех людей, которые вас окружают. Люди интуитивно будут чувствовать, что вы светитесь, открываетесь, что вы такой горящий чистый лучик добра, и будут к вам тянуться, будут считывать вас как обаятельную положительную личность. Люди это чувствуют за версту. Главное — проводить это состояние. И данная методика, она абсолютно универсальна. Она помогает любому человеку, будь то он находится в стихии земли или воздуха, выровняться и напитаться той необходимой силой, жизненной энергией, чтобы творить, развиваться и гармонично жить, и передавать это знание, это чувство другим людям. Данная методика — методика очищения с помощью пламени свечи. Для этого вам понадобится свеча, но на самом деле вы можете обойтись и без нее. Здесь работа заключается в том, чтобы настроиться вниманием и поработать сознательной частью внутри себя. То есть можно воспроизвести пламя свечи просто внутри своего внутреннего экрана. Вам обязательно понадобится сесть удобно, закрыть глаза, и я вас буду вести. Слушайте внимательно данную практику, данную технику. Пожалуйста, настройтесь, закройте глаза, чувствуйте, как вас окружает. То пространство, в котором вы находитесь, вам необходимо представить перед собой пламя свечи. И сфокусируйте, пожалуйста, свое внимание на самой светлой части свечи, самая макушечка. Своё внимание удерживайте именно на пламени свечи. Почувствуйте энергию огня. Когда вы наблюдаете за пламенем внутри своего сознания, внутри своего пространства, вы получаете знания. А когда вы отождествляетесь с ним, сливаетесь с энергией огня, вы получаете неоценимый опыт. Попробуйте внутри себя достигнуть состояния огня. У вас очень гибкое, легкое, чистое сознание. И оно может быть тем, что вы перед собой ставите. В данном случае это пламя свечи. Почувствуйте эту теплую энергию. Она действительно теплая. Стоит только представить. Начните ровно, спокойно дышать, делая вдох и выдох. Попробуйте расслабиться все больше и больше. Представьте, как энергия огня светлым, животворящим, живым, чистым потоком двигается внутри вашего тела. снизу вверх. Снизу вверх, начиная от кончиков пальцев ног, эта сила набирает темп, двигается через правую и левую ногу, достигает область бедер, двигается по позвоночнику, достигает области головы, двигается по правой и левой руке, стекает через руки и достигает области именно головы. Почувствуйте, как энергия, светлая чистая сила заходит в ваш мозг, начинает очищать затылочную часть головы. там у нас находится вестибулярный аппарат, наше внимание. Эта сила двигается от затылочной части к лобной зоне мозга, очищает лобную зону мозга. плавно перемещается в левую часть височную долю, правую часть височную долю. Двигается по центру головного мозга, постепенно поднимается к макушке. Эта энергия фонтанирует из центра головы. Когда она поднимается все большим и большим и большим потоком, вы чувствуете, как этот поток разливается по поверхности вашего тела. Можете ощущать тепло, кожу, как она соприкасается с одеждой, ощущение комфорта. Даже возникнет ощущение, что вы находитесь в таком приятном, светлом, коконе ваше биополе. Вниманием охватывать поверхность своего тела, кожу. И представьте, что ваша кожа начинает дышать. и то внутреннее свечение, которое от вас исходит, соединяется с внешним пространством. Во внешнем пространстве очень много силы, которая тоже питает, очищает, наполняет энергией. свой внутренний поток вы плавно соединяете с внешним пространством. В симбиозе они создают очень мощный кокон вокруг вас, биоэнергетическую оболочку вокруг вашего тела. Почувствуйте, как эта оболочка начинает расширяться. На вдохе, на выдохе расширяется, расширяется. Почувствуйте эту оболочку кокон над своим телом, над головой, сзади, со спины. Почувствуйте ее по бокам, какая она спереди, снизу, снизу, сзади. Будет ощущение, как будто что-то мягкое, теплое, светящееся, желеобразное вас окружает. Просто дышите этим состоянием. почувствуйте, энергии наполняются голова, шея, плечи, живот, туловище, ноги. почувствуйте, как вы находитесь в абсолютной безопасности. Это комфортное внутреннее состояние наполненности, которое успокаивает ваше сознание, помогает настроиться на цели, которые вы перед собой ставите. в данный момент вы наполнили себя энергией огня. Почувствуйте это состояние. Сделайте глубокий вдох, выдох и медленно открывайте глаза. Своим вниманием зафиксируйте все, что вас окружает сейчас. И вы сможете почувствовать кардинальную разницу, потому что через несколько мгновений придет состояние очень яркого восприятия, как будто все цвета стали более яркими, предметы более отчетливыми и внутренние состояния более спокойным. Данная практика помогает расширять свое сознание, помогает наполнить себя энергией силой, помогает прийти во внутреннее комфортное состояние со своим телом, душой и духом. Растите, развивайтесь и радуйте других. Редактор субтитров Корректор